Сегодня я хочу начать новую серию уроков по книге Мессилат Ешарим, Раби Моша Хаймалу Цату. Как меня попросил один человек сделать, и я решил его послушать. Урок посвящается Лерифош Леммаля Слахаби Хунимшель Давид Ярухам бен Каринови Холисрей. Ну, сегодня мы, наверное, сделаем просто предусловие к этой книге и начнем только перевод, может быть, с самого начала. Значит, в общем, Раби Моша Хаймалу Цату был великим каббалистом, и его основные писания были в каббале. И он жил большую часть жизни, в начале жизни в Италии, и его там очень преследовали, и были всевозможные обвинения. Частично, наверное, это было вызвано тем, что из-за того, что недавно был Шабатай Цви, сравнительно недавно до него, то люди боялись очередного, да, любой человек, который утверждал, что у него какие-то гилуем с небес, как Раби Моша Хаймалу Цату утверждал, какие-то из его книг, так сказать, написанные от имени каких-то ангелов и так далее, то боялись таких вот вещей. И хотя его раввин его поддерживал, но многие итальянские раввины его преследовали. В общем, в результате он уехал из Италии и попал на какое-то время в Северную Европу, и проезжал, в том числе, Германию. И увидел там очень много людей, которые пилпулом занимаются хорошо, да, много очень занимаются пилпулом в Торе, в Талмуде в основном, да, талмудическим пилпулом, сложные такие, да, интеллектуальные вычисления Талмуда. Но при этом не собираются вообще даже изучать все, что связано с мусаром, то, что мы называем мусар. Да, слово мусар, конечно, оно библейское слово, в Мишлей, например, упоминается, но более поздно было движение мусара, мы еще потом поговорим, оно немножко связано как раз с тем, что написал Рамхаль. Но, во всяком случае, идея мусара, да, это то, что человек фактически работает над тем, чтобы научиться служить Всевышнему, бояться Всевышнего, любить Всевышнего. И Рамхаль утверждает, что эти вопросы мусара, да, они не менее сложные и требуют такого же старания, как вопросы, например, правильного соблюдения субботы и других заповедей, что это не что-то, что очевидно и не нужно вообще изучать, как считали вот эти баллы и пилпул. Они очень много вкладывали, чтобы понимать слуги Талмуда, но когда дело доходило до Хасидуд, так сказать, быть праведником, то это им казалось и так очевидно, тут не о чем говорить. Вот. И, между прочим, есть другой вариант этой книги, он не так популярный, но я увидел такое издание в одной синагоге, где Мессиот Ишай написано в виде диалога, а не монолога. То есть там как раз понятнее, на что именно Рамхаль пытается ответить. Вот именно вот этот диалог приводит, как и другие многие его книги написаны в форме диалога. То есть, в данном случае, это диалог между таким вот мудрецом, который очень хорошо знает Талмуд и не хочет заниматься мусаром, и считает, что это не нужно, и это и так все очевидно. И, как он здесь предисловие напишет, что многие люди считают, что мусаром в основном занимается необразованный народ, которые, да, недостаточно умные, недостаточно у них, так сказать, их мозг недостаточно хорошо работает, поэтому им приходится заниматься такой вот простой вещью, как мусар. В то время как, на самом деле, все с точки зрения наоборот, что превратилось, получается, что те, кто делают то, что они думают, что хасидут, это вовсе не хасидут, множество постов и мучений на себя брать, это вовсе не хасидут. А настоящий хасидут большинство людей не знают, то, что простые люди, которые это изучают, не понимают, а мудрые люди не хотят на это тратить время, считая, что это и так понятно. Кстати, между прочим, позже, когда появилось движение мусара, считается отцом мусара Рабис Роусалантер, и он в какой-то степени, можно сказать, что был как хасид среди литовских евреев, то есть он внутри литовского иудаизма попытался сделать что-то подобное движению хасидизма, но не совсем, есть какие-то разницы между мусаром и хасидизмом, но, по крайней мере, идея, что именно просто сухой пилпул недостаточно. Это была идея Рабис Роусалантера. Насколько ему удалось, это другой вопрос, но, во всяком случае, во многих еживах был большой диспут, и даже разделялись еживы из вопроса, изучать ли мусар в еживе, или мудрецу Толе достаточно просто заниматься Талмудом, и все, что там связано с мусаром, он автоматически поймет из-за гад Талмуда. Было много ежив, которые разделились в этом. И было много вообще оппонентов движения мусара по разным причинам, но в результате я читал статьи, например, Рава Ильяху Тавгера, о котором я уже говорил, в журнале Мир Тора, русскоязычный, известный очень раввина, очень знающий, и он говорит, что его мнение, что мусар, в результате, не выиграл эту битву, то есть нельзя сказать, что победило движение мусара, потому что в еживах сегодня, в литовских еживах, мусару уделяют очень мало, на самом деле, времени, совсем не то, что имел в виду Рависул Салантер. У хасидов, конечно, то, что близко к мусару, опять же, хасидут во многом похоже на мусар, в чем-то, во всяком случае, у них, конечно, в большей степени теоретически уделяют этому, но тоже зависит от группы и от многих деталей. У сифардина, наверное, тоже немножко в большей степени, но для типичной литовской шивы там есть шур мусара, но он буквально несколько минут в день, и не, так сказать, скорее, что-нибудь из Махараля приводит, какой-нибудь пил, пол, чуть-чуть. Во всяком случае, мусар, может быть, даже и не получился так, как хотели, но, по крайней мере, идея была у Рамхаля, что мусар должен занимать такую же важную роль в нашем изучении, не менее важную, может, даже более, чем все остальное, ведь это же объяснение заповедей бояться и любить Всевышнего. Заметим здесь, что именно вот книга Рамхаля послужила в какой-то степени есот движения мусара. Так считается, что Раби Солса-Лантер, и вот ему, он же тоже не с нуля начал, у него был там ученик Раби Хайма-Свложина, который был его наставником. В общем, там сложная система, но получилось, что центральную роль в движении мусара стала играть книга, которая описана еще до движения мусара, но, конечно же, это книга мусара, а именно Месилат Ешарим. Значит, на чем основывает Рамхаль свою книгу? Так как он был каббалистом, то книга, разумеется, пропитана идеями каббалы тоже, но не так открыта. В отличие от его каббалистических книг, которые, как я сказал, его за них даже преследовали, в отличие от них, книга Месилат Ешарим была сразу принята и очень распространилась, и по ней, по этой книге, именно знают теперь Раби Мошхай Малусата. Больше всего Рамхаль знает по этой книге. Так вот, он разделяет все уровни, фактически, в чем, да, здесь система. Главное, это система. Он сделал систему, по которой он разделяет все уровни, по которым человек поднимается в службе Всевышнего на 10. Супротив, разумеется, 10 сферот. И взял он это все из Брайты, которая приводится в нескольких местах, как он говорит, и в том числе в трактате Абадазара. И тут тоже очень интересно, потому что в нескольких местах, в которых приводится эта Брайта, она всегда в других нусах, там другой, чем у нас в трактате Абадазара. То есть даже сами Решоним, которые цитируют эту Брайту, Риф, например, другие, у них другие нусахи, другие порядки, и не всегда там всего 10. А иерусалимские там вот в пару мест, когда приводят, по-моему, Шакалим, им Шаббат, кажется, там, где приводится эта Брайта, там вообще другое все. То есть они похожи в том, что от имени Раби Пинха Сабин Яира говорится, что вот одно приводит к другому, начиная человек, видимо, с Торой, и потом он становится Захир, Зариз, в заповедях осторожен, и энергичен, и накил, чистота, и потом там следующие уровни, и в конце концов это приводится к Руха Кодыш и Калиягу, или Тхет Амитим, да, в разных версиях. В общем, получается, что начинаешь с Торы и с осторожности и энергичности в соблюдении заповедях, окончаешь высочайшим уровнем практически пророчества, можно сказать, и возвращения мертвых к жизни. Так вот эти, как я сказал, 10 уровней, они в разных местах у нас, в Хазаль, разные. И многие, кстати, из комментаторов там на странице Токтатова Дозора тоже меняют порядок и говорят, что ошибка вкралась, ошибка переписчика. Но Рамхаль берет именно эту Брайту в той форме, в которой она у нас напечатана в трактате Токтатова Дозора. Поэтому для нас сейчас не так важно, это ли имели в виду Хазаль, и не исключено, что в данном случае Рамхаль предписывает Рампинхасу Бенеиру не то, что он имел в виду, но это в общем не важно. Эта Брайта скорее стала трамплином для того, что Рамхаль хотел нам передать, как часто бывает, что даже если из-за ошибки переписчика что-то появилось, это не так, в общем, важно в конечном итоге. Важно то, что Рамхаль был каббалистом и считал, что и Хазаль все были каббалистами, и поэтому был уверен, что Рампинхас Бенеир, это считается, был зятем Рабишима Барьохая. Кстати, согласно Загару, он был, похоже, тестем Рабишима Барьохая. Это тоже одна из сложностей, что Загар в другое поколение помещает Рабихаса Бенеира. Были предположения, что было два человека с этим именем, это все очень трудно поверить в такое. Во всяком случае, Рабихас Бенеир считали наверняка каббалисты более поздние, что и он был каббалистом, и значит, что это Брайта, которую он сказал, что она соответствует именно идеям каббалы. Но, как я сказал, так это или не так, сейчас не так важно. Важно то, что эту Брайту, именно в Тагмуслике, в которой у нас трактатия Водозора, она приводится, использует Рамхаль. Он в своем предусловии опишет, почему он считал, что именно эта Брайта считается, как бы, что это седр, центральный седр всей службы Всевышнему. Поэтому все остальные слова Хазаль в разных местах нужно в соответствии с этой Брайтой искать, к какому уровню соответствует то, что они сказали. Что соответствует, пришут, а что загерут, а что зрезут и так далее. И общее разделение у него получается по каббале, как обычно, все тройками идет. 10 сфер, но они соответствуют обычно правая, левая середина во всем. То есть правая это положительная, когда энергично что-то человек делает. Левая это, наоборот, осторожность, чтобы не сделать плохого. Делай хорошее, не делай плохого. И середина это то, что балансирует между ними. Вот, например, первые три уровня в этой тройке, видимо, как нецаход есод, они соответствуют, захерут осторожность, это вратив, видимо, левой стороны, не делать плохое. Зрезут, то есть энергичность, чтобы делать хорошее. И накиют чистота посередине. И также потом в следующем уровне уже пришут, например, с упротив захерут, но выше. Пришут тут не просто осторожность, не делать плохое, но отделяться от всего даже разрешенного, что может привести даже к плохому. Прушин, так называемые люди, ведь Хазаль называли себя Прушин во время храма, во всяком случае, были осторожны, что ели, например, хулин бетагара, ели еду только в чистоте ритуальной и так далее. То есть они делали больше, чем требует закон. И также в положительном смысле человек бывает делает больше, чем требует закон. Например, по закону он может не обязан платить работнику, который испортил, но если у него там дети маленькие, или ему иначе есть нечего и так далее, человек может заплатить больше, чем даже по букве закона. И это будет уровень следующий с правой стороны. Поэтому вот так вот у него тройками получается эта система. А начинается все с Торы. Может быть, сопротив Малхут тогда, самой нижней сферы, то есть Тора приводит уже к следующим уровням. Вот так, видимо, порядок общей этой книги. И сегодня мы только начнем с вами предисловие этой книги. К ней, кстати, есть определенные комментарии, в наше время есть издания с разными комментариями. Я уже говорил об одном издании, которое было сделано, я уже говорил, где вообще две версии, получается, этой книги в одном издании, да, версия как диалога, версия как монолог. Жалко, что именно диалога версия не так распространилась. Я бы предпочел эту версию переводить, так что она более понятна. Всяком случае, у него здесь 26 глав всего, видимо, собратив букв имени Всевышнего, гематрии имени Всевышнего, я думаю, он так выбрал. Так вот, прежде чем он переходит к первой главе, к первому перику, а именно, даже до уровня самого первого из этих десяти, он просто говорит, это «Ховат Адам Баоламо», обязанности человека в его мире. До этого он написал так называемую «Хагдаму», да, то есть предисловие, «Хагдама Тамихабер». И это мы начнем с вами переводить сегодня. И я не знаю, буду ли я эти уроки делать каждый день, думаю, что Блинедер будет делать не каждый день, потому что у меня две других серии сейчас, уроки по Рифу и уроки по законам Шабата. Но в этом случае, время открытия, я буду делать уроки и по этой книге, и будем постепенно вот так двигаться, Блинедер. Я не знаю, откуда мы дойдем, полагаю, что самые последние части книги к нам не очень относятся, там уровни очень высокие, и может быть, не стоит их даже переводить, не знаю. В любом случае, первые три уровня, то, что, как говорит он, называется «Цадик», человек, который хотя бы первые три уровня прошел, это «Цадик», да, супротив сферы Исот, супротив на Киут, да, первые три уровня Исот, Ход и Нецах, они супротив минимума, что требуется от среднего человека. Знаете, вот у хасидов обычно хасидов много, а цадик один. А у Рамхаля получается как раз наоборот, что хасид — это уровни уже выше, это «Медхаседем конон», делает больше, чем требует закон. А цадик — это минимум, это вот первые три уровня, а не супротив того, чтобы просто делать то, что требует закон, минимум. Как он позже напишет, что почему не требуется от человека, давка, стать хасидом, потому что достаточно, что по букве закона от человека достаточно, чтобы был цадик, исполнял законы как следует. Но если он на самом деле любит Всевышнего, он, конечно, не остановится на уровне цадик, а попытается стать хасидом. То есть хасид, получается, это выше, чем цадик, согласно этому подходу. И здесь, как я сказал, уровень хасид будет один из более высоких уровней хасидуд. К чему приводит хасид? Какой уровень будет у нас хасидуд? Это в следующей уже группе. Итак, говорит Мехабер, что этот хибур, эта книга, я, говорит, его не сделала ее для того, чтобы обучать людей тому, что они еще не знают. А скорее напомнить им то, что они уже должны знать. В смысле, он хочет сказать, что я особенно хидушем здесь не писал. Может, он скромно так написал, я не думаю, что это так. В этой книге очень много очень красивых и великих идей. Но действительно, он в основном цитирует Исхазаль. Поэтому человек, который хорошо знает Талмуд, и, как я сказал, в форме диалога, он именно с таким человеком просто построил диалог в своей версии другой миссиот Ишарима. Он фактически беседует с человеком, который все это уже знает в основном. То, что ты ему будешь цитируете Исхазаль, он сам себе это процитирует. Поэтому, говорит, я вообще-то напоминаю вам то, что и так известно и хорошо известно у всех. Пирсум Гадоль. Большинство моих слов говорит это то, что и так хорошо большинству людей известно. И нет никакого сафика, нет неуверенности в понимании этих слов. Но, говорит, именно как они хорошо известны, тем не менее, именно они легко забываются. Поэтому польза от этой книги, говорит, не в том, что ее просто прочесть и отложить на полку, а постоянно перечитывать и напоминать себе. Да, это как в каком-то смысле письмо Рамбана. Гораздо короче, конечно, чем миссиот Ишарим. Что пишет Рамбан, фактически, сыну? Повторяю это письмо все время, да, раз в неделю, кажется, что он ему советует. Постоянно повторять. Вот. Потому что даже если человек никаких хидушин не нашел, ведь, понимаете, очень многим людям хочется всегда хидушин. Почему вообще в ешивах литовских особенностей такая программа, что он стал сложной и пилпулем? Потому что людям это хочется, да, ученикам именно это интересно. Им не интересно читать просто Шухонаров, тем более просто книги Мусара, да, им интересно вот какой-то пилпу сложные, да, интеллектуальные упражнения. Вот. Поэтому человек прощает эту книгу, он может подумать, что я ничего особенного нового не выучил, то что мне ее повторять вообще? Тут никаких особых хидушин, да, сложных пилпулем никакого нету. Но польза, говорит, именно тем, что человек постоянно повторяет, и чтобы это было частью как бы его, тем, что он все время это помнит и все время повторяет. иначе природа такая, что будет у человека это все забываться. Он должен постоянно, чтобы это было у него на сердце и не забывалось от него. И говорит, что большинство людей, у которых хороший мозг, который, так сказать, умный и, да, острый, как называют у нас, харифим, так сказать, они, говорит, большинство вкладывают в основном все только в сложные какие-то иунин, да, сложные рассуждения, и, ну, вот, если это Тора, то это, соответственно, тип такой вот шиур, который дают обычно в литовской ишиве, очень сложно какие-то там хидушин, да, очень сложный пилпу. Если это в науке, то в науке, да, они не хотят вкладывать в мусар особенно, да, потому что, потому что их мозг, как бы, не хочет концентрироваться на том, что им кажется очевидным. А кто же тогда занимается, да, агава и ира, так сказать, вопросами любви и страхом перед Всевышним, и двейкут, приближением ко Всевышнему, да, это говорит, будут заниматься, в основном тогда люди, которые, наоборот, не очень умные, не очень толковые, которые не могут заниматься просто геморрой, да. И, соответственно, получается, что из-за этого вся концепция Хасидута перевернулась и стала тем, что людям, кажется, немножко такие сумасшедшие, знаете, занимаются такими вещами. Что такое Хасидут в глазах многих людей? Это значит, много читать псалмов, например, или очень длинные признания грехов, знаете, есть вот сидуры, в которых очень много разных молитв, дополнительных, добровольных, и человек часами какие-то там бьет себя в груди, какие-то делают всякие виду им бесконечные, или посты на себя берет очень сложные, или окунается, говорит, в снегу и во льду, да, что это становится в глазах простого люда, который не очень разбирается, но хотят что-то делать особое, так они становятся Хасидим в этом отношении, это их Хасидут. Вот. Это, говорит, нелогично, чтобы это считалось настоящим Хасидутом. Говорит, настоящий Хасидут, который любим Всевышним, и который Всевышний желает от нас, он очень далек от всего этого. И хотя, говорит, общие принципы у человека, вроде он понимает, что нужно делать, чтобы быть праведником, но в результате, в деталях он никогда не пытается вложить, чтобы разобраться, поэтому получается, что он не почувствует даже, как он пропускает и упускает эти вещи, и не делает настоящих Хасидут. И нельзя сказать, это опять же, это все как бы ответы, на самом деле, на вопросы, которые мог бы спросить мудрец Торы, которых не занимается мусаром, что типа это же все очевидно, это не нужно обсуждать. Знаете, как вот многие законы Шуханарки не приведены, видимо, потому что они считались понятными и так. Вот, например, закона Лошенгара нет в Шуханархе, но на самом деле закон достаточно сложный, вот Хофисхан целую книгу написал. Но людям может показаться, что раз Шуханарх их не приводит, то они, наверное, и так очевидны, и просто не говори плохо про других, и все. На самом деле, есть очень много деталей этих законов, так же и здесь, что это не то, что то, что, как он говорит, автоматически сердце чувствует, что хорошо, что плохо, и он и так, и так будет праведником, если захочет. Это не так, нужно над этим думать и работать над этим, и изучать это, это само по себе не придет. Вот, и он, опять же, критикует вот такого типа людей, которые, как он говорит, что же они делают в день суда перед Всевышним, когда, видимо, они будут спрошены, почему вы не занимались этими вопросами, вот вы столько вложили в пилпул, и в том числе тот пилпул, который вообще ни к чему не ведет. Ведь очень многие пилпулы, если взять типичную Ишиву, они вообще ни к чему не ведут, нет никакого практического закона даже, который выходит из них. Знаете, вообще решением говорили постоянно о том, чтобы изучать именно то, или законы, которые к нам сегодня относятся, Ри, Фрош, да, Шухонаров, в конце концов, да, они именно в первую очередь хотели, чтобы человек хотя бы когда изучал Талмуд, чтобы что-то вышло из этого практическое, или как Рамбан пишет, опять же, в своем известном письме, подумайте тогда, изучая Штору, как это применить, да, а стало это вообще-то теоретическим пилпулом. Вот это то, что Рамбан Рамхан пишет в своих письмах, когда он приезжал в Германию, что он видел, как они Махбилим, Махалам своим пилпулом, что они фактически создают, такое, понимаешь, столько энергии в этот пилпул входит, и все. А вот возьмите типичную сложную суги от Бавилонского Талмуда, и задайте себе вопрос, поскольку вы три страницы Талмуда прошли, допустим, заняло это неделю, чтобы как следует понять, и то не как следует, но частично понять, что происходит, пройти основных решений к этому месту, и в результате, задайте себе вопрос, человек, а что я в результате выучил из этого? А какая всего этого разница? А как я могу это применить? И ответ, никак. Нет никакого применения. Это было очень сложное интеллектуальное упражнение, которое не ведет абсолютно ни к чему. Это не значит, что это не следует изучать. Это следует тоже изучать, но это уже есть причины, почему митцвы изучают Тору в принципе, как в том числе Раби Хаймез Воложина говорит об этом, что есть митцвы изучения Торы, и балатания тоже. Есть идея, что человек приближается ко Всевышнему, тем, что он изучает Тору. Поэтому я не говорю, что вообще не изучать те трактаты Талмуда или те пилпули и суги, которые очень сложные, запутанные и не ведут все равно к практическому применению. Это не так. Я говорю, что нужно изучать все, но нужно иметь приоритет в первую очередь, чтобы знать, как применить. А получается с точностью да наоборот, что людям больше всего нравится именно теоретически и сложные суги, которые не имеют никакого практического применения, но очень запутанные, очень большой пилпул нужен. А в ешивах занимаются злом этим, а когда их спросят, как говорит Рамхаль, а сколько же вы вложили, чтобы понять боязнь Всевышнего, то окажется, что они вложили вообще нисколько. То, что действительно ховараба, то, что мы так обязаны, это оставили просто на интуицию, как бы на хергель, на привычки, что мы будем и так делать хорошо в глазах Всевышнего автоматически, по умолчанию. Митсвота нашимилумадам, как привык человек уже делать автоматически. Это очень плохо с его точки зрения. Как я сказал, он конкретно обращается к типу мудрецов Торы, которые, кого он у них хороший, изучают Тору Всевышнего, но, к сожалению, вот такой Мацов был тогда и есть сейчас, что люди вкладывали в основном именно в пилпул и гораздо меньше или вообще не вкладывали в мусар. Откуда вот, говорит, придет двейкут, близость ко Всевышнему, хитлогатут, да, такая вот пламя, так сказать, службы Всевышнего, что человеку хочется, он, так сказать, горит, служба Всевышнего. Откуда это само возьмется? Само оно не возьмется, если мы не будем заниматься этими вопросами специально. Как мы очистим, говорит, свои мысли, чтобы наши помыслы были угодны Творцу? Вот, говорит, Шлома сказал Мишлей, если будешь это желать как серебро, будешь это искать как спрятанные, да, сокровища, вот тогда ты поймешь боязнь Всевышнего. Но, он говорит, не то, что тогда пойдешь, поймешь философию, да, те, что будешь искать ее как сокровище потерянное, потерянное, да, или поймешь тогда какую-то науку, или лечение, или законы, а говорится, боязнь Всевышнего поймешь, да. В первую очередь, то, что нужно искать, действительно, с большим усердием, с большой энергией, это именно боязнь Всевышнего, как сокровище, которые потеряны, которые ищут и раскапывают с трудом, да. Поэтому, говорит, нужно отдельное время, человеку, именно отделить для изучения такого плана законов, такого плана идей, да, идей Мусара, что это автоматически не придет, и не зря Шлома сказал, что нужно это искать с большим трудом, это само не появится. И также говорит другой стих в книге Иова, хен ерат хашем и хахма, что боязнь Всевышнего это тоже хахма, это мудрость. И сказали наши мудрецы, хен ахат, что это единственное, что настоящая мудрость это боязнь Всевышнего. Это единственная настоящая мудрость. Вот. А наверняка, говорит, мудростью называют то, что требует Иун, требует разбираться, и это не автоматически, человек и так знает, что это понятно всем. Нужно Иун Гадоль, чтобы разобраться, что же такое настоящая боязнь Творца и что такое хасидут. А в книге Дворим говорится, что же Всевышний от вас хочет сегодня, спрашивает от тебя. Только бояться Всевышнего, идти по его путям, служить ему, всем сердцем и всей душой, соблюдать его заповеди и хуким. Так вот здесь, говорит, описано на самом деле все. Сначала написано Ира, потом идти по путям, потом Агава, любить, потом Шлеймут Халеев, и потом Шмират Коля Митцвод. И он говорит, что Ира имеет в виду боязнь самого Творца, его величия. Иратхед будет обсуждаться отдельно, более поздно, это совсем другая вещь, которую он поставил по Брайтера, Пинхаса Бен Яира. Но он говорит сейчас про другую боязнь Всевышнего, Ира. Не Иратхед, боязнь греха, а боязнь Всевышнего. Второе, это идти по его путям. Это говорит в том числе качество человека, да, Мидот. Быть милосердным по природе, да, хорошим человеком. Это же не автоматически получается, не у всех, и нужно над этим работать. Потом Агава, это, конечно, любить Всевышнего, чтобы это было у нас сердце крепко, так сказать, привязанным и любовью ко Всевышнему. И что человек прямо-таки расстраивается, если у него недостаточно любви ко Всевышнему, или если у других это так. И будет радоваться наоборот, да. Как человеку, например, приятно сделать приятное своим родителям. Так же вот, чтобы любить Всевышнего и хотеть делать ему радости и радоваться в этом. И, наконец, Шлемут Халеев это говорит, чтобы служба перед ним была с чистой кавоной, с чистой концентрацией, с правильными целями и идеями, а не ради каких-то других корыстных целей. И, наконец, соблюдение всех заповедей, да, это последнее в этой группе, уже осторожно соблюдать заповеди со всеми их деталями. И говорит, все это требует большого объяснения, очень подробное, которое он позже, конечно, будет в книге пытаться сделать, но, говорит, я нашел одну Брайту, которая включает в каком-то смысле, все уровни службы по порядку. А именно, вот эта известная Брайта в нескольких местах, как он говорит, Гемор ее приводит, да, Бавилонский, Иерусалинский, там вот он имеет в виду все вместе, там несколько вариантов, но, как я сказал, он приводит вариант, который у нас напечатан в трактате Абадазара, и говорится так, Раби Пинхас бен Яир говорил, что Тора приводит к Загируд, к осторожности, Загируд, к Зризуд, к энергичности, Зризуд, к Некию, к чистоте, Некиюд, к Пришуд, больше осторожности, чем Загируд, да, как бы Пришуд, когда отделяется человек, Паруш, Пришуд, к Тагара, еще больше чистоте, чем Некиюд, Тагара, Хасидуд, да, Хасидуд, это праведность более высокого уровня, чем просто Зризуд, больше, чем требует закон, Хасидуд приводит к Анава, к скромности, это уже последние три уровня, да, Анава, к Ератхет, богобоязненности, боязненности греха дословно, да, бояться греха, Иратхет приводит к Кедуша, к святости, а Кедуша уже приводит к Рухакодыш, и Рухакодыш приводит к Хетаметим, к возвращению мертвых в жизни, и говорит, что это Брайта, я, говорит, по ней построил всю свою книгу, то есть все мои главы, глав здесь больше десяти, потому что некоторые главы посвящаются, одной и той же Мидом может посвятиться несколько глав, ну вот получается двадцать шесть глав, но десять уровней всего, ну, смотря как считать эти уровни, тоже можно считать одиннадцать, если там, смотря как там последние, например, и считать Литору отдельно, но во всяком случае, вот эти уровни, по ним построена моя книга. Вот, и на этом мы на сегодня закончим, я, видите, в результате собрал только часть предисловия перевести, я не переводил каждое слово, но в основном, кажется, мы поймали идею, которую хотел сказать автор, что нужно заниматься серьезным усаром, и невозможно запустить на самотек, и надеяться человек автоматически будет делать все, что правильно, потому что он и так боится и любит Всевышнего, и это должно быть автоматически у любого еврея. Нет, нужно работать над этим и искать это, и изучать, что именно, да, включается в настоящий хасидуд, в настоящую праведность. И урок вот сейчас. И уроким, благодаря всем, чтобы сделать, и уроки защищает. Спасибо. Хорис рай.